Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Испытанный огнем». Мы благодарны вам, что вы все еще вместе с нами. Мы благодарны вам за ваши письма, за ваши благодарности. Знаете, мы понимаем, что хотя бы ради одного человека нам стоит делать эти передачи, нам стоит встречаться с вами в эфире и говорить с вами. Книга Иова, 13 глава, размышления книги Иова. 13 глава, 15 стих, Иов говорит такие слова. Он говорит это о Боге. «Вот Бог, Он убивает меня, но я буду надеяться». Что происходит сегодня в твоей жизни? Какие трудности ты переживаешь? Что ты думаешь? Дьявол восстал на тебя? Какие мысли приходят к тебе? Или Бог допустил это в твою жизнь? Сегодня у нас в гостях замечательный служитель Божий, автор и исполнитель многих песен. Человек, который проповедует Евангелие и посвятил свою жизнь проповеди Евангелия. Игорь Сидоров, добро пожаловать. Спасибо, что ты приехал. Итак, Игорь, многие знают твою историю. Ты был наркоманом, можно так сказать, законченным, с многолетним стажем, полутруп, человек без надежды. И твоя жизнь кардинально изменилась, когда ты пережил Божью любовь. Но я хотел бы вернуться к одному моменту в твоей жизни, когда на тебя ничто не действовало. Ни слезы жены, ни уговоры, ни желание поменять свою жизнь. Ничего не помогало тебе. И вот однажды ты пришел домой, видишь заплаканную жену и стеклянные глаза твоего 13-летнего сына. Я этого не ожидал, потому что я старался сделать все, чтобы мой сын никогда не пошел по той дороге, по которой пошел я. Потому что я пытался что-то изменить, как-то поправить свою жизнь. Но всякий раз я приходил к одному и тому же. То есть наркотик, он был сильнее. И образ жизни, который я вел, он был сильнее того, что хотел я. Поэтому я просто... У меня как бы кто-то жил и подрезал. У меня все пошатнулось. Я просто понял, что то, что я боялся, оно пришло в мою жизнь. И казалось бы, жена молилась за меня, чтобы Бог спас меня. И вот уже молясь за нас, на самом деле вдруг начал колоться наш сын.